Когда Петр и Екатерина впервые останавливаются в этом доме, он выглядит немного иначе. Верхнего этажа у него не было. Увидев это, Петр отдал приказ пристроить к дому еще одно крыло, точно такое же, как уже было. Для этого в стене пробили брешь и сделали пристройку. Таким образом дом стал симметричным, как и было принято для дворцов в эпоху барокко. У вас наверняка возникает справедливый вопрос, так куда же делась эта пристройка? Дело в том, что была она построена по типу мазанки, то есть из дерева, а сверху покрывалась глиной, чтобы создать впечатление, что это камень. С течением времени дом стал приходить в упадок, за ним долгое время никто не ухаживал, крыша начала проваливаться, и когда в 1804 году сюда в Таллинн приезжает император Александр I, он застает дом первого российского императора в очень плачевном состоянии и отдает приказ привести его в порядок. Здесь начинается ремонт и принимают решение снести полуразрушившуюся пристройку и вместо нее сделать дополнительный этаж. Так в начале 19 века дом приобретает свой современный вид и в 1806 году двери открывает музей, который выполняет свои функции и по сей день. Этот факт позволяет нам говорить о том, что мы имеем дело со старейшим музеем в городе Таллине.